Что является символом каждого независимого государства? Флаг, герб и гимн. Да, это бесспорно. К этому ряду можно отнести и валюту. Сегодня национальная валюта Республики Казахстан Тенге отмечает свою годовщину. 31 год. Как начиналась история Тенге, как менялся дизайн купюр и правда ли, что именно наш регион стал первым в Казахстане, который принял первую партию новой валюты? Об этом расскажем в нашем сюжете. Принятое первым президентом Казахстана решение о введении собственной валюты стало судьбоносным. Именно это дало мощный импульс развитию рыночных отношений и формированию эффективной банковской системы. Стало важной составной частью укрепления независимости. Первые купюры были напечатаны фирмой из Великобритании, Харрисон и Сыновья. Первая партия в размере 2,3 миллиарда новеньких тенге были доставлены в Казахстан в подземное хранилище Жамбулского филиала Национального банка. В обстановке строжайшей секретности. Что же касается обменного курса, то тогда один тенге стоил 500 старых советских рублей. У меня в руках купюра достоинством 25 советских рублей. Я думаю, наши телезрители вспомнят свое детство, юность, молодость, которые выпали на 70-е, 80-е годы. На эти деньги можно было купить все, что угодно и даже улететь в другой областной центр Казахстана. Однако после обретения независимости нашей страной хлынул поток именно вот таких купюр, и не только, из других бывших советских республик. И чтобы справиться с растущей гиперинфляцией, было принято решение о введении национальной валюты тенге и сотой ее части, тенов. И вот как они выглядели раньше, эти тены. Стоит отметить, что с 93-го года по 95-е были в обращении бумажные тены. Как рассказывает первый директор жамбулского филиала Айдайбек Халимбетов, он стоял у истоков введения национальной валюты в нашем регионе. Под его руководством данная миссия была успешно выполнена. Сначала их везли из Лондона в Актау на самолете. Там же дозаправились и улетели в Тарас. Позже партию купюр доставили в хранилище Национального банка. Работа проводилась в режиме особой секретности. Каждую неделю прибывали самолеты марки Ил-76, которые доставляли партию новых купюр. Позже указом президента тенге начал свое ухождение по стране. Спустя более чем пять лет после введения тенге были введены в обращение новые купюры номиналом 200 и 500 тенге, а затем 1, 2, 5 и 10 тысяч тенге с изображением Альф-Раби. Альф-Раби, Абулайхан, Абулхайрхан, Валиханов, Суинбай, Абай. Все эти великие личности были изображены на первых купюрах тенге, которые, кстати, начали распространяться именно с нашего региона по всему Казахстану. И стоит отметить, что именно на таких машинках считали купюры. По словам начальника отдела Жамбулского филиала Национального банка Республики Казахстан Коныша Розгалиева, позднее дизайн тенге менялся неоднократно. На первых купюрах были изображены известные личности, оставившие след в истории Казахстана. Затем были изображения достопримечательностей памятников и географических объектов. Последние выпущенные купюры уже выполнены в сакском стиле. Они имеют очень серьезные степени защиты. Интересный факт. Название национальной валюты тенге произошло от наименования средневековых тюркских серебряных монет таньга или динге, ставшая впоследствии русским словом «деньги». Это был не единственный вариант названия. Валюту хотели назвать Сом, Акша или Алтен, но остановились все же на тенге. За прошедшие годы казахстанская валюта получила признание на международном рынке. А зарубежные эксперты по праву считают тенге одной из стабильных валют в Центральной Азии.